Украинский завод «Энергомашспецсталь» презентовал свой новый облик. В 2010 году предприятие вошло в машиностроительный дивизион «Росатома». В 2012 году завершилось техническое перевооружение завода. И сегодня «Энергомашспецсталь» демонстрирует существенный рост выпуска продукции для атомной энергетики. На сегодняшний момент доля атомных заказов у нас составляет 18% по этому году. По следующему году мы рассчитываем увеличить долю до 30%. Около 300 менеджеров среднего звена со всех ведущих предприятий госкорпорации «Росатом» собрались в Москве на стартовую конференцию кадрового резерва «Копитал Росатома». В будущем году резервистам предстоит обучаться по специальной программе как непосредственно на своих рабочих местах, так и в Москве. Что такое кадровый резерв? По сути, это те люди, которые призваны в течение достаточно непродолжительного периода собственно стать опорой госкорпорации, опорой нашей компании в движении вперед. «Росатом» осваивает передовой опыт специалистов из Великобритании и Европы. Впервые в Москве состоялась международная конференция, посвященная внутреннему контролю и аудиту в России. На знаковые мероприятия прибыл принц Майкл Кенский. В Англии накоплен богатейший опыт как организации внутреннего контроля. Иметь такую поддержку представителей королевской семьи в лице его высочества, принца Майла Кенского, для нас значимо очень. В прямом эфире популярной телеигры «Что, где, когда» команда «Росатома» вновь взяла верх над командой телезрителей. На этот раз со счетом 6-2. Команда атомной отрасли впервые была сформирована в начале этого года, а первая игра наших знатоков была в мае и закончилась с победой со счетом 6-4. И вот вторая победа, благодаря которой знатоки «Росатома» поднялись на первое место в рейтинге команд клуба «Что, где, когда» и получили право принять участие в зимней серии игр. Мы тренировались, готовились, то есть, соответственно, сейчас показали результат. Третий энергоблок Ростовской атомной станции будет готов к пуску на два месяца раньше, чем изначально планировалось. Сварка главного циркуляционного контура. Она идет в целом по графику. На завершающей стабе большинство систем реакторного турбинного отделения мы готовимся к началу этапов пусклонадочных работ. Поставили довольно амбициозную задачу энергоплоского существования в 2015-2014 году. Я считаю, что у нас на сегодняшний день самая лучшая стройка, которая у нас есть, это Ростовский третий блок.